всем привет друзья с вами снова катя мы продолжаем проходить вторую часть dragon age и в этой серии мы с вами сначала отдадим письмо которое мы нашли в одно время одного из прошлых заданий то вот письмо найденное у преобразившейся магессы она оказалась дочери трасс к и нам собственно нужно это письмо ему вернуть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Что именно? Ну, давай. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. 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 Субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. 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 Субтитры Алексею Дубровскому. stohttating. Спасибо. peut-être聊. Спасибо. professionsу. Субтитры Алексею Дубровскому. unnecessary способ willing за rer showcase? hangguetera. igae. subscriptions. colleeri싱 P thi concerned about kern? 其よね. ihocуng. ipmi. boatersm. ハイ. serverttżent. забегающselling bayern Putes Paris. respecto. Crypt soda. iよろac comprehension. respondor продуктает chанga nasze Megaperoane. Да ну. Продолжение следует. Продолжение следует. Он был любовью всей нашей жизни в первой части. Найдите выводы и рыцарь капитана Калина в лагере выводы и далеко от Кирпо. Окей, это нам наружу получается. Вообще из города надо идти. Окей, давайте. Ох, здесь, конечно, Калин выглядит просто, господи, это Ор, как он здесь выглядит. А вообще подождите, почему рыцарь капитан? Что-то туплю. Калин, по идее, здесь... Разве Калин здесь не должен быть уже королем? Почему? Вообще, почему рыцарь капитан Калин? Он же у меня типа король... А, блин, точно. Все, я поняла. Я же в первой части выбрала королевой Анору. И поэтому Калин ушел и стал храмовником. Вот, вот он и че. Интересно, однако. Просто вот, когда я проходила в прошлый разы игру, у меня Калин становился королем. И, короче, в одном из заданий можно с ним, как с королем, собственно, поговорить. Прикольно. Ой-вей. Так он одержимый? Бегайся. Так. Ну, давайте, окей. Все? Нет, не все. А теперь все? А теперь все. Я знал. Я знал, что он был в том, что в чем-то синус. Но это... Это даже возможно? Ты думаешь, что он был уничтожен? Он был уничтожен, что он был уничтожен, что он был уничтожен. Я надеюсь, что он был уничтожен, что он был уничтожен. 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 Он был уничтожен, что мои страдания были уничтожены. Он был уничтожен. Он был уничтожен. Это непосредственно. Рекруты могут быть worse than a weaving circle, with their rumors. Есть ищут вижения, пока Templars take their arms. Но самое важное, что они face, они уничтожены. Ты знаешь, что произошло с Вильмодом, когда он был уничтожен? Конечно, больше, чем я предупреждал. Вильмод не был полностью... ...convinced о правилах. Маги не могут быть наши друзья. Они должны всегда быть смотрят. Я думал, Вильмод может быть с другими друзьями, которые уничтожены. О, да, я помню это дело. Я помню Ульдреда. Калин остался все таким же стесняшкой. Блин, здесь Калин еще более ржачный, чем в первой части. Так, у нас обновлен кодекс. Надо будет потом это все дело почитать. Так, Вильмод. Странно. Мне показалось, что на нем есть что-то еще. Ну да ладно. Так, куда нам теперь с вами надо? Ага. Враги среди нас, верхний город ночь. Мы что, реально сейчас поделаем обратно в бордель? Лол. Ох уж эти бордели. Сколько там всякого происходит. Ну, давайте. Или это обычные люди? Это обычные люди. Зачем нам давать кому-то бой? Андерс, ты какой-то странный. Хотя, возможно, на нас сейчас нападут. Это тоже такой вариант. Возможный. Всякое бывает. Ну, пока вроде никто не стремится на нас напасть. Как-то. Да не знаю, вроде всего. Андерс, что-то ты вообще не знаешь, какие-то странные вещи вообще несешь. Ты что, больной что ли? Добрый вечер. Привет. Ты не работаешь здесь, да? С клиентами? Ты не праздник себе, sweetheart. Есть что-то, что ты хочешь? Некоторые Темплары-рекруты уничтожили. Они были последние здесь. Ты должен быть более конкретным. Мы делаем много бизнес с Темплами. Темплами которые хотят эту информацию. Мы делаем много наших денег от нервных Темпларов которые ожидают какие-то привычки. Я буду дискреет. Вот. look through the books. Wilmud, Керин. Вот. Here we go. Wilmud came in here a lot. You sure he had time to be a Templar? The both of them last saw Iduna, the exotic wonder from the east. That's quite the stage name. It sounds better than the tramp from Darktown. You should hear what some of the others are called. Is there anything else you can tell me? Honey, I could write volumes on the things I know. Unless you want Wilmud's favorite position, I think you have what you need. Да. You didn't hear any of this from me. We clear? Окей, окей, конечно. Так, что у нас здесь? Джетаня. Это у нас кто? Это типа тот эльф, с которым можно переспать, что ли? Да, ну его нахрен. Не нравится даже. Так, ну здравствуйте. Эдюна, ну здравствуйте. Ты помнишь оттенков темплар named Wilмуд несколько месяцев назад? Или Керен? Wilмуд, Wilмуд, это не звучит familiar. Я знаю, он часто видел тебя. Возвращение как у меня, люди не имеют время Господи, что у меня с одеждой? Она упоролась в край Да, да, но нет, конечно, нет, конечно, но нет, конечно, нет, конечно, в связи с небольшим бизнесом и удовольствием Я здесь, в связи с бизнесом, Кэрин, Вильмот Отвечай мне одну из моих вопросов, первое Кто ты говорил о маленькой старой мне? О, папа Это... Вивека Она показала мне книги Это какой-то заклятие, да? Это какой-то заклятие, да? Эта дробь, патхетика маленькая суэррат Она будет бороться Просто сделай еще одну вещь для меня Драй твою крючку И джентльно вверх твою крючку Драй твою крючку Драй твою крючку Драй твою крючку Она говорит, что мы полагаем ревозной famille Прюхали на канале Рамок Драй твою крючку Она говорит, что Ну, сорян. Ну, сорян. Сорян, женщина, сорян. Делать нечего. Да. Ребята, вы хоть знали, что вы тут магичку держите, не? Мне что-то кажется, что нет. Они даже... Да. Возможно, она их тоже зачаровала, и поэтому они... Собственно, даже не догадывались, что она есть такая здесь. Так, это... О, тут есть ящик. Прикольно. Спасибо. Какой-то головной убор, который мы можем продать потом. Ага, ну, а теперь в клаку. Хорошо. Вот я не люблю, конечно, вот это все противостояние, храмовники, маги. Ну, серьезно, почему нельзя просто работать вместе? Хотя, наверное, это невозможно, учитывая, что маги могут стать удержимыми, но при этом храмовники могут перепить красного лириума, и все. И им тоже, блин, просто у них башня слетит нафиг. А я всего-то шла полутаться. Все? Да, все. Вроде как все. Теперь я могу пойти к этому трупу и полутать его. Спасибо, большая игра. Называется, пошла полутаться немножко. О, новый чертеж, руны защиты от холода. Круто, спасибо. Так, завеса, запись, потом почитаем. Да-да-да. Спасибо, Варик. Ты просто прекрасен. И Бьянка тоже просто прекрасна. Ох, я же здесь тоже была. Ох уж эти повторяющиеся карты. Да-да-да. Ничего-ничего, все живы, нормально. Ох уж эти повторяющиеся карты. Сколько у меня, я не знаю. Я их, в отличие от тебя, не считаю даже, Варик. Зачем мне это надо? Ты знаешь, ты мне напоминаешь очень Гимля. Он тоже постоянно соревновался. Баллен. Он тоже постоянно соревновался с Леговасом, типа, за количество убитых противников. Не знаю, зачем, но вот им это было зачем-то нужно. Батюшки. Считаю, это такое Десу. Это ты винтерские маги, что ли? Похоже на то. Может быть, Демоны найдут один из вас в порядке. Демоны найдут один из вас в порядке. У нее шмотки прикольные. Демоны найдут один из вас в порядке. Так, ну давайте. так и давайте сразу на них еще офигеть а че-то она сдохла а нет она она вот здесь так давайте на нее попробуем вот так так она опять переместилась до все что ли были даже не успела я даже не успела на ней ничего завязать ну вот сейчас чувак подожди пожалуйста не нужно все полутать и потом я с тобой поговорю обязательно так все давай ну да давай is it is it over karen yes that's my name oh thank the maker i thought he had abandoned me but is it only karen it could be karen plus one a very nasty plus one at that the cage has opened thank and rusty any chance you can tell if karen has an extra passenger well there's one sure way я даже не знаю мне его отпустить или ну давайте отпустим и в конце рена don't tell the templates i don't know what they do to me please i need to go back tell them i'm all right tell my sister i must go when you talk to circle maybe down play the blood magic angle we don't need the temple as cracking down even harder да согласно есть такое андерс дружба плюс 5 хорошо спасибо может у меня получится с ним реально дозавести дружбу и откроются тогда полезные навыки в прокачке андерса но я на это хочу надеяться так куда мне теперь мне теперь нужно к калина вернуться да где здесь ближайший выход господи здесь до сих пор не научилась нормально ориентироваться к сожалению да все таки задание с травником я наверно сама как-нибудь сделаю так выцарь капитан калин а дружбин о о о о о о о о о Маша Вообще-то я тоже маг, ничего? Они имеют силу, чтобы светить на огне в огне. На двоих сторонах есть ошибка. Мы должны найти способ жить в пице. Может быть, ты прав. Может, маги нужны лучше учебные, чтобы функционировать Чантри. Может, они не будут против Идрасте. Я буду смотреть. Для сейчас, Карен, чтобы показать, что вы свободны от демонов, я должен выстрелить вас от вашей комиссии сразу. Нет! Вы действительно не думаете о том, что это. Карен в порядке. Он в безопасности. Пожалуйста, сэр. Я пытаюсь выстрелить. Я никогда не получил ничего, что они предложили. Я... Я... Я требую эту позицию, или моя сестра не может ехать. Я учусь за пять лет. Мы проведали тесты на Карен. Он не уничтожен. Он может быть в порядке. Он не будет. Спасибо. Спасибо. Ну, окей. Типа окей. Так, задание закончено. Сейчас, тут вроде как-то есть возможность снова поговорить с Калленом. Вроде как, только я не помню, где он стоит. Давайте сейчас попробуем. Так, выйти куда-нибудь, к примеру. Ну, давайте в порт. Все равно, сейчас вернемся в Казимата. Так, блин, куда меня... О, господи. Как тяжело отсюда просто выйти, а? Серьезно, зачем меня сюда закинули? Почему меня не могли закинуть туда, откуда я могу сразу же выйти? Капец. Игра-то такая странная. Дичь. Будет сейчас прикольно, если Калина там в итоге не окажется. Интересно, а мы сможем с вами поговорить с королевой Анорой? Так, о, Каллен здесь снова появился. Так, о, Каллен здесь снова появился. She commends your quick thinking and has agreed to keep the lad Karen around for observation. I've heard a lot about the knight commander. What she really like. She is not an easy taskmaster. But it is not an easy task. I would not have liked her when I was younger. I thought majors deserve a softer touch. But Meredith is never fooled by a sweet face. She always sees the demon behind it. I was in the circle tower in Fereldon when Aldred summoned his demons. I was held in a cage for... I can't even say... Weeks? Months? Помню такое, он нам потом в первой части рассказывал. I watched what those mages did, what they became. I would gladly give my life to avoid seeing that again. What's it like being in the Order? Do you feel you're accomplishing anything? The Templars are not a good choice for anyone who requires a strong sense of achievement. It is a losing battle. Every day new mages are born in Thedas. Every day those born a dozen years ago come into their power. The best we can do is to contain the threat and recruit more to fill our own ranks when they're emptied. You have to admit, the Templars have brought some of this hatred on themselves. That is the popular school of thought, no? It's the truth. It used to be that Templars were welcomed wherever they went for defending people from dark magics. Now the townsfolk are likely to slam their doors as off as a bed. The image of the poor, chained apprentice is a powerful one. And one of the mages are more than willing to exploit. Такой разговор прям так оборвался. Странно. Ну ладно. Так, давайте продадим всякую хрень. Так, вот эти посохи мы тоже продаем. Так, кровопускатель я хочу оставить. Вот эти два лука тоже. Так, что у нас здесь? Мыслящая шапка. Прикольное название. Капюшон спирального глаза. У него маловато статов дополнителя. Хоть мы тоже продадим. Так, сапоги спиральные. Ну такое себе. Сапоги мага. Общество такое себе. Защитные перчатки. Нет, не хочу. Спасибо. Талисман Саэробаза. А пусть все это останется. Так, вот это мы продадим. Это мы тоже продадим. Так, вот эти кольца тоже продаем. Нафиг они нам нужны. Так, что за пояс наказанного? Ну, пусть будет. Вот это мы продаем все. Так, пояс разбойника. Фигня. Пояс наказанного. Фигня. Ну, вот это мы оставим. В принципе, у нас больше ничего лишнего не осталось, да? Руна охранения для доспехов. Давайте купим. Пусть будет еще одна у нас. Все, спасибо. У нас с вами 89 золотых грудь. И давайте сегодня... Сейчас, короче, почитаем записи из кодекса. Так, предметы у нас все. Места. Расколотая гора. С севера Киркул защищен горами, самая высокая из которых расколотая. У этой горы нехорошая репутация. Согласно легенде, здесь произошла последняя битва старой империи Тевинтр с древней империей эльфов, погибшей вместе с Арлатаном. Обе стороны навели много ужаса, но этот мир, осуществуя из тени и по сей день, обитает на здешних высотах, не зная, что война, на которую их призвали, давно окончена. В Вольной Марке существует легенда, что благословенная Андраста, прибыв к Киркул со своими армиями, уединилась на склоне расколотой горы и пробыла там три дня. Когда же она вернулась, то плакала, будто ее сердце было разбито. Я прожил в Киркуле два месяца, и, несмотря на все усилия, так и не нашел проводника, готового отвезти меня на гору. Империя Тевинтр. К добру ли, к ходу ли, но империя Тевинтра навсегда оставила свой след на лике Тедеса. Старинным имперским трактом по-прежнему пользуется во многих частях Тедеса. Хотя солнце империи давно закатилось, наши земли все так же усеяны руинами тевинтерских крепостей и магических университетов. Однако же влияние этой древней империи значительно глубже, не будь Тевинтра, не было бы Моров, Андраста, Церкви. Мир, который нам известен, стал бы совершенно другим. Пускай могущество и величие империи поблекли, однако она и поныне дает о себе знать даже в самых отдаленных уголках Тедеса. Все дети выросли на рассказах о нынешнем Тевинтере, загнивающем государстве, которым правят архонты, его магистры, великие и, конечно, пораженные порчей лорды маги. Церковь Тевинтера – это искаженный образ нашей Церкви. Черный верховный жрец Тевинтера – мужчина, избираемый из рядов минратовского круга магов. Самый священный завет создателя, магия, призвана служить людям, а не править ними в Тевинтере извращен. Маги империи говорят, что их святой долг служить людям, и наилучшим образом они исполняют это служение, удерживая в своих руках политическую власть. И что хуже всего, при виде чего возрыдала бы благословенная Андраста, основой всему этому служит рабство. В то время как большинство государств запрещает работорговлю в своих пределах, почти все они отправляют своих подданных на продажу в империю Тевинтер, обходя запрет на подобную жестокость и утоляя нескончаемую потребность империи в рабах. Дабы воевать с Кунари, трудиться в жнашахтах и в каменоломнях, строить дворцы магистров, подметать растрескавшиеся мостовые улицы, вывозить отходы и исполнять все компризы своих надсмотрщиков-магов. География Тедеса. С востока Тедеса умывается океаном Амурантайн, с запада ограничен Тирошанским лесом и хребтом Охотничий Рог, с юга – снежной пустыни за Аркнейскими горами, а с севера – Донаркским лесом. Слово Тедеса винтерского происхождения. Изначально оно обозначало все земли, что граничит с Империей. По мере того, как слабела ига Империи, Тедес все ширился и ширился, и в конце концов этим словом начали называть уже весь континент. Северную часть Тедеса делят между собой Андрофеллс, Империат и Винтер, Антива и Ревейн, а прибрежными островами владеют Кунари. Центральный Тедес состоит из Вольной Маркин, Невары и Орлея. На юге расположился Ферилден. А что лежит за снежной пустыней – загадка. Суровые температуры и бесплодные земли оттолкнули от тех мест даже самых бесстрашных картографов. Но также никогда не исследовались западные пределы Андрофеллса, даже самими Андрами. Мы не знаем, есть ли за бескрайними степями еще горы, или они простираются до Безымянного океана. Несомненно, должны быть и другие земли, континенты или острова, возможно, на другом берегу Амарантайна или к северу от Парволина, поскольку Кунари прибыли в Тедес из каких-то других земель. Но это догадка все, чем мы располагаем. Так, я не помню, читали мы про земли Каркария и Рваный берег? Ну да ладно. Че у нас тут знания? Приключения Черного Лиса. Лорд Рэмми Васкаль по прозвищу Черный Лис, родившийся в 63 году Благословенного века, был знаменитым вором и разбойником. О нем сложено столько историй, что уже невозможно установить, что из всего этого правда, а что вымысел. Несмотря на аристократическое происхождение, Черный Лис стал героем для простонародия. Изначально Лис приобрел известность благодаря своим издевательствам над тираном и самодуром Лордом Вал Кевином. Появляясь в маске то тут, то там, Черный Лис постоянно срывал планы Лорда, пока тот, в конец разгневавшись, не назначил огромную награду за голову этой хитрой лисицы. Так Рэмми и получил свое прозвище, которое закрепилось за ним по сей день. И сегодня в тавернах любят рассказывать, как первейший наемник того времени Королес, взявшись за эту работу, в итоге на всю жизнь сделался верным другом и соратником Рэмми. Перед тем, правда, несколько раз, чуть его не прикончив. Эта история часто грышит преувеличениями, поначалу изображая Рэмми в образе так эдакого фигляра, чья непостижимая способность выживать, в конце концов так вывела Королеса из себя, что он потерпел поражение. Это настолько впечатлило охотника за головами, что он присоединился к Лису. После многих лет издевательств над солдатами Лорда и его сборщиками налогов, что, по рассказам, было любимым времяпровождением Рэмми, Лис, наконец, попался. Предположительно, его предала любовница, Сарвана де Монфор. В некоторых пересказах она была чердейкой из круга, никак не меньше. Притомившись больше года в темнице, Рэмми, наконец, вырвался оттуда, не без помощи своих товарищей, в том числе раскаившиеся Сарваны, и вместе они бежали из Орлея. В этот период Рэмми был замечен чуть ли не во всех уголках Тедаса. Его слава росла, и все больше трактирщиков и торговцев радостно сообщали, что Черный Лис посетил их заведение и совершил какой-нибудь великий подвиг. Если верить всем этим рассказам, погоня у солдат Лорда получалась превеселая. Рэмми участвовал в политической интриге в Неваре, за ним охотились антивские вороны, потом его похитил могущественный маг из Тивинтера, и каждый раз Рэмми в последний момент избегал гибели, утирал нос злодеям, помогал бедным и угнетенным, а затем неизменно воссоединялся со своим отрядом и отправлялся на поиски новых приключений. Судьбы его спутников, королиса и Сарвана, мудрого гнома Болика и пылкого нравом рыцаря Сера Клементиса с годами тоже обросли легендами. Все эти рассказы, однако, сходятся в том, что однажды Черный Лис взял и исчез. Со своими спутниками он отправился в Арлатанский лес на поиски подземного элифийского города, и с тех пор о нем не было ни слуху, ни духу. Еще больше историй ходит о том, что с ними случилось в том лесу, и как однажды им удалось спастись. Я так понимаю, что это просто такие типа, ну, рандомные какие-то записи о том, что происходит в мире, вот, но мы их тоже, естественно, почитаем. Ну, а на этом пока что все. Всем большое спасибо за просмотр, ребятки, и всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok